Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами некоторые тонкости при решении неравенств методом интервалов. Ну, например, первый случай, когда у нас с вами необычное произведение о дроби. Итак, предположим, имеется дробь числителей х-3 в знаменателе х-7. Больше, либо равно нуля. Обратите внимание, первое, что я сделаю, я превращу нашу дробь в произведение. То есть, х-3 я умножаю на х-7. Больше, либо равно нуля. Но у нас есть знаменатель, который не равен нулю. Поэтому ниже я пишу х-7 не равняется нулю. Выражаясь простым языком. Числитель, точка будет заштрихованная. А в знаменателе точка будет выколотой. Обратите внимание, решать я буду только первое неравенство. Значит, если х-3 равняется нулю, тогда х равняется 3. Если х-7 равняется нулю, то х равен 7. Вспомним нашу таблицу. Значит, если неравенство не строгое, скобка квадратная, точка заштрихованная. Если неравенство строгое, скобка круглая, точка выколотая. Этим мы будем пользоваться при нашем чертеже. Итак, чертим числовую ось. Значит, первая точка будет 3. Она стоит в числителе. И эта точка заштрихована. Вторая точка 7. Она стоит в знаменателе. И она будет выколотой. Итак, 3 и 7. Как определить, с какого знака мы с вами начинаем работать? Значит, х с плюсом. И внизу х тоже с плюсом. Значит, мы ставим знак плюс. Далее идет чередование знаков. Плюс, минус, плюс. Штрихуем те неравенства, которые больше. То есть с плюсом. Значит, мы получили 2 неравенства. И теперь внизу мы выписываем ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до 3. Мы видим, что скобка у нас квадратная, поскольку точка заштрихованная. Объединяется в круглой точке. Семерка выколотая и круглая скобка до плюс бесконечности. И закрыли скобку. Давайте рассмотрим более простой пример. Более простой пример, когда скобок больше, но неравенство строго. х минус 3 умножить на х минус 1. Внизу х плюс 4 на х минус 2. Ну, давайте, чтобы было посложнее, в последней скобке перед х поставим минус. Строго больше нуля. В этом случае мы даже можем не писать систему для краткости. Почему? Потому что знаменатель не равен нулю. Неравенство строгое. Далее мы вспоминаем, что когда неравенство строгое, то точка выколотая и скобка круглая. Далее, каждую скобку приравниваем к нулю и находим корень. х минус 3 равняется нулю. Отсюда х равен 3. х минус 1 равняется нулю. Отсюда х равняется единице. х плюс 4 равняется нулю. Отсюда х равняется минус 4. И минус х минус 1, минус 2, извините, равняется нулю. Меняем знаки на противоположные. Получаем х плюс 2 равняется нулю. Или х равняется минус 2. Итак, чертим числовую ось. На ней отмечаем 4 выколотые точки. И расставляем наши числа в порядке возрастания. Минус 4, минус 2, 1 и 3. Как расставить знаки? Вот обратите внимание, в числителе перед х плюс. Ну, раз ничего нет, то мы ставим плюс. Во второй скобке тоже плюс. Плюс на плюс это плюс. То есть на числитель он на наш знак не влияет. Мы внимания не обращаем. Внизу плюс перед х. И вот тут у нас минус. Плюс на минус дают минус. Поэтому мы с вами начинаем с минуса. Минус, плюс, минус, плюс и минус. Теперь необходимо выписать ответ. Итак, нам надо то, что больше нуля. Мы штрихуем то, что больше нуля. И х принадлежит от минус 4 до минус 2. Обратите внимание, точки выколотые скобки круглые. Объединяются от 1 до 3. Бл��ильный. 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 Бл��ильный.